Ивлев Григорий Петрович, кандидат юридических наук, доцент, президент Евразийского патентного ведомства. Родился 27 сентября 1957 года в селе Паники, Рязанской области. В 1981 году с отличием окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, а в 1984 году аспирантуру получил степень кандидата юридических наук. С 1985 по 1994 год работал в Московской государственной юридической академии и прошел путь от ассистента до декана факультета. С 1994 по 1997 год работал в аппарате комитета Госдумы по законодательству и судебно-правовой реформе, а также в правовом управлении Госдумы. С 1998 по 2002 год заместитель начальника департамента аппарата правительства по связям с федеральным собранием, общественными организациями и революционными объединениями. С 2002 по 2007 год начальник правового управления Госдумы. С 2007 по 2011 год был депутатом Государственной думы Российской Федерации и пятого созыва, председателем комитета Государственной думы по культуре. С 2011 по 2015 год трудился в должности статс-секретаря заместителя министра культуры Российской Федерации. С 2015 по 2022 год руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности Госпатента в 2021 году был избран на пост президента Евразийского патентного ведомства. Заслуженный юрист России. Председатель объединения выпускников юридического факультета МГУ. Член правления Союза писателей России. Действительный государственный советник первого класса. Коллеги, по прошествии четырех лет мы решили вернуться к Григорию Петровичу Ивлеву и поговорить о том, что происходит в его профессиональной карьере, ну и просто в его жизни. Григорий Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Что произошло в вашей карьерной траектории за последние четыре года? Расскажите, пожалуйста. Уже почти два года назад я был избран президентом Евразийского патентного ведомства. Это исполнительный орган патентной организации, объединяющий восемь стран нашего региона. И вот с того времени служу уже в этом качестве интеллектуальной собственности. Предмет у меня остался прежний, промышленная собственность, изобретение, правообразцы. А сфера изменилась как бы напрочь. Потому что одно дело национальное ведомство патентное с его спецификой, с его объемом. А другое дело, когда это межправительственная организация. И вот этот переход, он с одной стороны естественный такой. Я вообще, служа здесь, и понял эту закономерность. Могу сказать, что я, когда сейчас идут на всякие кадровые перемещения, я говорю, что в руководстве Евразийского патентного ведомства должны работать люди, прошедшие руководство на национальном уровне. То есть руководители национальных патентных ведомств это самые подготовленные работники для того, чтобы руководиться ведомством евразийским. И это свойство, оно, наверное, где-то с одной стороны облегчило мне переход, а с другой стороны заставило многое потрудиться, чтобы перейти на все-таки другие рельсы, евразийские, региональные, межправительственные. Эта сфера добавляет тебе объемов и добавляет общения. Хотя в двусторонних отношениях Роспатент и все национальные ведомства стояли очень хорошие. Но многосторонние форматы отличаются от двусторонних. Вы знаете, я даже чувствую, иногда разговариваю с опытными политиками, с тем, чтобы привлечь их к работе в формате многостороннем. А они говорят, что у нас полномочия только по двусторонним отношениям, у нас полномочия только в этой сфере. А когда большая межправительственная организация, существующая уже почти 30 лет, это другое ощущение и другое состояние, и другие перспективы, другой объем работы. И даже контингент, с кем общаешься, меняется. Можно выделить какие-то особенности взаимодействия с патентными ведомствами различных стран, в которые входит Евразийское патентное ведомство? Здесь, наверное, достаточно просто происходит. Российское патентное ведомство, оно крупное, одно из крупнейших в мире. Наше ведомство, Евразийское патентное ведомство, такое среднее ведомство по количеству работников, по количеству заявок. И есть более мелкие ведомства в нашем регионе, с которыми выстраиваются отношения. Все-таки Роспатент — это такой донор для всей системы евразийского регионального патентования. Роспатент — это большой институт промышленной собственности, это Академия интеллектуальной собственности. Это не только орган управления, федеральный орган исполнительной власти в российском правительстве, а это еще и система. В этой системе гораздо больше работают специалистов, экспертов. Роспатент — мировой лидер в информационных технологиях в сфере интеллектуальной собственности. Роспатент возглавлял рабочую группу ВАИС по 3D-технологии. И еще возглавлял другие рабочие группы, тоже касающиеся информационных технологий. Но почему по 3D-технологиям мы были единственными председателями, а в других группах мы там сопредседатели. И естественно, что эти взаимоотношения выстраиваются таким образом, что порядка нескольких сотен наших заявок мы направляем на предварительную экспертизу, информационный поиск в Роспатент. И с учетом мнения уже экспертов Роспатента принимаем решение. Для других ведомств мы предлагаем другой объем взаимодействия. Когда мы уже, введя у себя прием заявок в технологиях 3D, предлагаем им поделиться этими технологиями. То есть Евразийское патентное ведомство, если реализует какие-то технологии, оно предлагает их уже для всех стран, входящих в нашу организацию. Поэтому значение Евразийского патентного ведомства для всех стран, оно заключается в том, что мы даем эти возможности в мультиплицированном виде. И Роспатент не может впрямую осуществлять такую функцию, оно все-таки национальное ведомство. А у нас это основная задача, поэтому мы говорим, что мы ставим задачу формирования общего информационного экспертного пространства в регионе. Мы говорим о том, что мы представляем все возможности от повышения квалификации в сфере информационных технологий, экспертной деятельности, вообще организации работы с интеллектуальной собственностью всем государствам, всем странам. Это, с другой стороны, знаете, такая апробация с одной стороной какого-то элемента взаимодействия, она легко переносится на все остальные сразу же. Мы видим, что технология одна и та же, она апробирована, это легче сразу воспринимается всеми субъектами взаимодействия. Поэтому, конечно, необходим в каждом случае, в любом случае даже, учет национальных интересов. У каждой страны есть свои особенности, у каждой страны есть свои задачи. И мы межправительственные организации всех стран. Мы не проводим политики, отдельные от политики наших государств. И в этом назначение самой организации. Иногда бывает какое-то недопонимание между нашим ведомством и ведомствами, входящими в организацию. Но это естественные такие процессы. По-разному понимаются процессы патентования, скажем, селективных изобретений, компьютерных технологий. И методология, она постоянно совершенствуется. А в целом мы исходим из того, что у нас должны все решения быть консенсусными. Конечно, консенсус это достигается не так просто, но у нас есть объективная основа для этого концепции – общие интересы. Организация создана для защиты интересов заявителей, изобретателей, прежде всего, творческих людей, предпринимателей, которые реализуют научно-технологические задачи. И поэтому консенсус в этом. Он не в противоставлении каких-то ложно понятых государственных или национальных интересов, или ведомственных интересов, или каких-то коррупционных даже интересов. А он заключается в том, что каждая страна заинтересована в продвижении своего изобретателя, своего предпринимателя на рынок Евразии и, соответственно, на мировой рынок. Но принцип этот сложный. Страны, входящие в нас в регион, различны. Экономические противоречия никто не отменял. А есть и политические противостояния внутри организации. Это тоже есть. Поэтому мы должны работать постоянно с учетом того, что это межправительственная, международная организация, требующая усилий по выработку консенсных решений. Это, наверное, не дает возможность быстро принимать какие-то решения. Зато все эти решения выверены и надежны. Григорий Петрович, у вас такая интересная коллекция. Расскажите, что изображено на картинах? — Гравюры 16-18 век. В основном нидерландские художники. Школа была великая. И в гравюрах 18-16 века передается история религиозной мысли нашего мира. Что интересно, они в качестве не потеряли с того времени ничуть. Прошло по 300-400 лет, а качество гравюры, которые делались таким способом, осталось примерно такое же, как оно и было при их создании. Это все оригиналы, да? Это все оригиналы, и все это входит в число 12 первых экземпляров. Потому что качественные и почетно сохраняемые – это первые 12 экземпляров, как правило. Потому что потом эта конструкция, на которой отжимались эти гравюры, она уже теряла форму, и все более поздние отпечатки уже теряют это качество. И, собственно говоря, вот это их религиозное значение, художественное значение, что они рассказывали о каком-то событии в религиозной жизни нашего мира, они тем и ценны. Вот одна из моих любимых – это «Танцующий Давид». Да, я его все-таки нашел. Давид обрел ковчег, и радость у него полная. Мало кто знает, в чем вообще это сюжет. Когда ты начинаешь смотреть картину, ты начинаешь понимать, что за этим скрывается большое содержание. Или вот этот авель, приносящий жертву, что меня здесь поражает, это, конечно, костер, который сделан. Поминальный костер мне казался небольшим. А здесь такое зрелище всемирного пожара. Моя любимая гравюра – это вот эта. Называется она «Жена корящего Иова» или «Иов на гнойнище». по-разному, но суть сюжета одна и та же. «Иов верит в Бога». Бог решил проверить, как он верит, насколько крепка его вера, насылает на него бедствие. Мор, голод, он теряет имущество, теряет здоровье. Вот он в язвах, здесь все у него плохо. Но он все равно верит. И жена его просит отказаться от своей веры. Все вернется, к нему все блага вернутся. И он на этой картине отказывает ей и подтверждает свою веру. Несмотря на то, что она, как вы видите, достаточно строго спрашивает с мужа, почему он погубил ее жизнь. После того, как Бог увидел, что Иов не послушал свою жену, он поверил, что Иов крепко верит в Бога. И все ему вернул. Вот это как бы религиозное значение, а имеет для меня, например, глубокое символическое значение взаимоотношения мужчин и женщин, взаимоотношения мужа и жены. И я постоянно рассказываю об этой картине всем, кто заходит в мой кабинет или когда-то идет какой-то разговор об этом. Почему? Потому что важнее, наверное, все-таки даже не какой-то лично семейный вера в Бога, а у господина Иова есть убеждение. И убеждение – это вообще-то совесть разума. Он не отказался от своих убеждений. И выражение убеждения «совесть разума» – это известного француза Дешамбора, 18 век, опять же, это высказывание. Оно было, знаете, каким-то таким историческим. Книга 18 века, в ней есть умные мысли, их читало человечество. Пушкин держал эту книгу Дешамбора как настольную. И вдруг у меня круглый стол в Азербайджане. Мы обсуждаем вопросы развития интеллектуальной собственности. И господин Иманов, руководитель агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана, вдруг цитирует Дешамбора и говорит об этом. Убеждение, совесть разума. Вот в картине про Иова здесь есть и убеждение, и совесть, и разум, и вера в Бога. Поэтому вера в Бога, она для очень многих не просто что-то абстрактное, а она связана с некими конкретными делами, действиями, отношением к жизни, к работе и к тем ценностям, ради которых мы работаем и служим. Поэтому жена, корящая Иова, это символ стойкости, наверное, и движения, стойкости в убеждениях. Наши убеждения – это развитие интеллектуальной собственности, мы тоже на этом стоим. Очень интересная история. Я увидела еще у вас в рамочке Гражданский кодекс с автографами раздела. Четвертая часть Гражданского кодекса принималась уже в 2006 году. Вступило это в действие с 1 января 2008 года, а принято окончательно было в 2006 году. И когда 24 ноября 2006 года Государственная Дума проголосовала за этот закон, и когда мы уже оформили документ на красный бланк, видите, подлинный красный бланк, то есть бланк, на котором закон отправляется уже в Совет Федерации для дальнейшего рассмотрения. И это важнейшая часть законодательного процесса. Когда в Думе до принятия в третьем чтении законопроекта, он именуется законопроектом. Но когда Дума проголосовала в третьем чтении, документ называется уже федеральным законом. Он еще не стал действующим, но уже наименование само изменилось. И вот четвертая часть ГК, там была большая группа профессоров, которые над этим безустанно работали. И господин Коршенинников, будучи тогда представителем комитета по законодательству, устроил прием по случаю принятия законопроекта. Не по случаю, знаете, визита одной делегации или другой, дня рождения или чего-то, а по случаю рождения нового федерального закона четвертой части ГК. Мы все верили в то, что этот акт будет иметь большое значение для будущего. И здесь есть все автографы тех профессоров, кто работал над непосредственно текстом. Это центр частного права, и профессора из других даже городов, они вот здесь все расписались. Здесь также есть люди, которые причастны к рассмотрению этого законопроекта были. Я, как руководитель правового управления Государственной Думы, это завизировал. Вообще-то, руководитель правового управления Государственной Думы визирует все принятые законы. И достаточно долгое время я этим занимался. Здесь виза Брачевой, руководителя главного правового управления президента, она тоже была не просто рецензентом, а одним из основных разработчиков концептуальных положений Гражданского кодекса в этой части. Маковский, Гангало, Михайловский, все это профессора, которые внесли большой вклад в создание четвертой части ГК. Причем четвертая часть ГК – это один из документов, который был полностью создан Центром частного права с участием чиновников. Но это было как бы центром разработки, был не аппарат какого-то министерства, а центром был Институт частного права, в который пришли все министерства, правительства, правовые управления. И текст был подготовлен почти идеально. Работа наша, как юристов правового управления, когда мы проводили последние экспертизы, она была только в вычитывании, в тщательном редактировании этого документа, этих страниц, достаточно объемные. И, как показала практика, до сих пор четвертая часть ГК – это базовый документ в огромной сфере, который развивается, продвигается. И еще долго, я уверен, будет этот документ работать на благо нашего общества. Но банкеты по случаю принятия законов проводятся очень редко. Хотя практика хорошая. Я, например, запомнил, почти 20 лет прошло, а все в памяти осталось. Не могу не задать вопрос. В последнее время мы в полной мере ощутили на себе давление санкционное. Как изменилась работа в этих условиях и какие цели вы ставите пред своим ведомством в плане существования в условиях санкций? То, что касается интеллектуальной собственности, то здесь понимание наше однозначно. Нелегитимные односторонние меры в сфере интеллектуальной собственности противоречат всем международным соглашениям и применять их нельзя. Мы об этом заявляем во всех аудиториях и на ассамблеях Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве, и на региональных форумах, и в двусторонних отношениях. К сожалению, случаи ограничения прав в сфере интеллектуальной собственности имеются. И европейские страны, канадцы, американцы применяют их к организациям, которые подпали под эти санкции в общеэкономическом смысле. Мы считаем, что это неправильно, и тогда, когда сталкиваемся с такими случаями, на это указываем. Очень важно иметь в виду, что даже такой консервативный орган, как Министерство финансов Соединенных Штатов, издало специальную директиву еще в 1922 году, в котором указало, что санкции не должны распространяться на интеллектуальную собственность. Самая порочность санкций в сфере интеллектуальной собственности совершенно явна для всех. Как вы запретите, ограничите людей, которые создают что-то новое, что никто не может создать, и продвигают это по миру? Почему? Какие нравственные основания для такого запрета могут быть? Их просто нет. Это противоречит всему смыслу интеллектуальной деятельности. Именно на это обстоятельство мы указываем постоянно. В нашей организации мы никаких дискриминационных мер, даже ответного характера, не принимаем. Мы работаем по установленным правилам, установленным международными договорами, и легко их выполняем. Мы имеем заявки из Украины, из Канады, из других стран, и мы их рассматриваем. Потому что надо совершенно точно различать заявители и политику страны. Надо точно понимать, что мы призваны защищать изобретатели, а не какие-то мифические и политические интересы. И, к сожалению, дискуссии на это не заканчиваются, а очень многие в сфере интеллектуальной собственности пытаются обсуждать общеполитические вопросы, военные вопросы. Это совершенно неприемлемо. Мы еще очень сожалеем о том, что в такой ситуации разрываются дружественные связи. Ведь не только ограничения, вот эти односторонние, нелегитимные происходят, но еще просто разорваны многолетние дружеские связи между ведомствами. Европейские ведомства, целый ряд европейских ведомств, и включая и само патентное ведомство, которое объединяет всю Европу, это были всегда партнерами наших стран в работе в сфере интеллектуальной собственности. Они представляли и технологии, представляли те же IT-решения, проводились конференции. Многие из нас учились на примере работы европейских передовых ведомств. Все-таки там эта работа уже занимает несколько веков. У нас после советской власти мы резко ускорились в сфере охраны интеллектуальной собственности, но очень много пришлось понимать заново, возрождать, делать. И это очень печально, что дружественные связи, дружественные отношения, которые очень хорошо способствуют работе, повышают качество работы, они разрушены. Мы видим, что Соединенные Штаты отказались считать Роспатент международным поисковым органом. Тысячи американцев защищали свои патенты с помощью экспертизы в Роспатенте. Тысячи, буквально, это не преувеличение. У нас и сейчас, в нашей организации, более тысячи заявок из Америки. Мы рассматриваем в год. То есть изобретатели, они все равно остаются людьми мира, несмотря на какие санкции, подают эти заявки во все ведомства. И динамика идет такая не очень понятная. Конечно, мы работаем над тем, чтобы привлечь больше заявителей. И могу сказать, что мы принимаем огромные усилия по работе с нашими изобретателями на всех континентах и во всех сферах. Но если бы не было санкции, это было бы масштабы, были бы другие работы нашей организации и заявок. Но, скажем, в прошлом году американцы подали к нам много заявок. Больше, чем в предыдущие годы, последние 10 лет подачи заявок. В этом году мы видим такой тренд, что некоторые страны европейские увеличили подачу заявок, некоторые сократили, большую часть, конечно, сократили подачу заявок к нам. Но это процесс такой разносторонний. Мы уверены, что сообщество, которое реализует все вопросы интеллектуальной собственности, избавится от этих пут санкций. И аргументов, что это незаконно, что это противоречит сущности интеллектуальной собственности и процедурам интеллектуальной собственности, оно остается неизменным. Скажите, пожалуйста, какие можно выделить основные цели, которые вы ставите для своего ведомства в плане противодействия санкций и, может быть, развития евразийского патентного ведомства на ближайшие годы? Есть общие цели, про которые мы говорили, а есть, может быть, такие, которые хотелось бы достичь. Может быть, даже никто и не ставит эти цели, но они такие заветные. Ну, вообще-то, могу сказать, что заветной целью было выстроить по-другому взаимоотношения с Европой и Америкой, потому что все-таки это определенная, в том числе и экономическая близость была. А сейчас приоритеты, конечно, поменялись. Мы ориентируемся на страны других регионов. Для нас сейчас становится одним из важнейших наших партнеров – это Китай. Очень бурно развивается интеллектуальная собственность Индии. В Индии уже сейчас подается национальных заявок больше, чем в Российской Федерации. Это такой интересный факт. И вот мы с партнерами из Индии в этом году очень тесно работаем. Мы были на форумах в различных индийских городах. И 6 декабря будем проводить наш форум IP Евразия IP Индии. Мы здесь, в митрополе, в соседнем здании. Приглашаем вас поучаствовать, посмотреть. То есть мы изменяем партнерство. Для нас партнерами становятся более близкими Саудовская Аравия. Общаясь с организацией исламских государств, мы выстраиваем взаимодействие на новых основаниях. Мы видим, что это наш рынок. Для нас, как региональной организации, очень важно наше взаимоотношение с африканскими региональными организациями. В Африке две региональных организации, и мы с ними сотрудничаем. Это позволяет нам привлечь заявителей из африканских стран. Маврикия, небольшое государство, патентуются в нашей организации. Они понимают преимущество патентования в евразийской региональной организации. Как и многие другие. Поэтому в следующем году мы надеемся, что мы укрепим наше взаимодействие с Индией и Китаем. Мы будем работать со всем миром, потому что в тех странах, которые теперь для нас недружественны, все равно существует масса предприятий, масса организаций, которые продолжают и будут патентовать. Тем более, что в некоторых отраслях вообще запрещено вводить санкции. Например, в медицине этого вообще не должно быть. Хотя косвенно все равно через трафик, через какие-то заградительные финансовые меры это действует. Просто даже проплатить пошлины, проплатить патентного поверенного, это в таких санкционных условиях бывает проблемным. Но все преодолевается, и заявки из всех стран мира продолжают поступать к нам. Григорий Петрович, помимо основной сферы деятельности, у вас еще есть такая общественная стезя, это объединение выпускников юридического факультета МГУ. Расскажите, что происходит в этой сфере, и помогают ли контакты, связи и выпускники ЮРФАК и МГУ, которые находятся во всех частях мира, в том числе и на Востоке? — Наше объединение выпускников уже стало таким органом управления процессами взаимоотношений между массой всех выпускников и юридическим факультетом или университетом в целом. Мы проводим мероприятия, на которых обсуждаем, в том числе и вопросы интеллектуальной собственности. Мы в нашей библиотеке на Ленинской горах в новом знании устраивали шикарное обсуждение этих вопросов, когда выступали и изобретатели, и, скажем, замминистра экономики Дмитрий Ивольевич, наш выпускник, рассказывает об этой политике, о регулировании. Для нас такие мероприятия очень важны. Последние мероприятия, которые мы провели, это был забег вокруг Московского университета на территории Ленинских гор, который сделали выпускники нашего факультета. Причем мы запланировали старт, детскую площадку, привели аниматоров, программу сделали для детей, чтобы родители как бы побежали, а дети остались здесь на площадке с аниматорами. Так, когда побежали родители, дети побежали вслед за ним. А за ним еще и аниматоры. Аниматоры в растерянности ожидали окончания этого нашего марафона. Это было очень показательное выступление на фоне главного здания университета. Это старт от памятника Ломоносову. И самое главное, что мы показали, что способны проводить и правовые мероприятия, и мероприятия, досуговые, объединяющие всех нас. Но важны также, конечно, и прямые связи с выпускниками, которые имеют практически юридические выходы. Бытность господина Маня, нашего выпускника, послом Вьетнама в Российской Федерации. Мы много раз проводили обсуждения, встречи, и тогда родилась идея издать совместную книгу «Правовая основа бизнеса в Вьетнаме и в Российской Федерации». Почему она вышла под такой редакцией, когда и вьетнамский читатель, и российский может увидеть, что происходит в стране, как понимаются основные идеи в сфере регулирования экономических процессов наших стран. Для меня это было очень важно. Я, как руководитель Роспатента, был в Ханое на встрече с коллегами из патентного ведомства. И коллега, которые возглавляют патентный ведомств, училась в Америке. И была у нас такая сухая официальная встреча. Знаете, вот два руководителя говорят, а потом пошла встреча с коллективом. И на этой встрече с коллективом выяснилось, что большая часть сотрудников патентного ведомства Вьетнама обучались в советских вузах. И на Украине, и в Петербурге, и в других городах России. Это была удивительная теплая встреча. Конечно, подмосковные вечера в конце, все спели дружно. Но когда идет такое осознание общности, что оно имеет практические следствия успешной работы. Каждого выпускника и организаций, в которых такие выпускники работают. Раз уж зашла речь о четвертой части ГК, расскажите, пожалуйста, был ли какой-то патент, который поразил вас больше всего? Что-то такое настолько необычное, что вы остались под впечатлением. Таких патентов много и постоянно их встречаешь. Практически беспрерывно изобретатели удивляют мир новыми подходами и какими-то такими продуктивными решениями. Представьте себе, когда я пришел, как еще молодой руководитель Роспатента, и знакомился с делами, и вдруг я вижу патент на редактирование генома. 35 томов исследований, формулы изобретения на 400 страницах. И ее надо проверить, опробировать. А кроме всего прочего, редактирование генома имеет некие правовые рамки. Нельзя бездумно и безбожно вторгаться в сущность человеческого существования, человеческого организма. Но мы видим, что ученые дошли до того, что они могут редактировать нашу первооснову. Это, конечно, поражает, и много было работы с этим проектом, потому что требовалось понять, на каких гуманистических целях и ценностях это построено. То, что нельзя патентовать, то, что противоречит общественным интересам, это однозначно. Поэтому из этого все исходит. Вот редактирование генома, это был, наверное, очень для меня показательный такой патент. С очень значимой, это, конечно, вакцина. Вакцина на ковид. Это совсем другой уже период времени. Это 2020 год. Это, знаете, распространение коронавируса по всему миру. Это уже у нас много зараженных, уже много смертей. Идет эта изоляция. Вы тоже, наверное, помните эту ситуацию, что надо не просто маску, но и выходить из дома, заходить. Как относиться к заболевшим. Возникала масса вопросов. И была такая в обществе небольшая растерянность. А что же это такое? Как с этим бороться? Вы все видели, что какие-то обычные методы борьбы с гриппом не помогают. И вот это уже идет март, апрель месяц. Наступает май. Майские праздники. И мы, помню, на майские праздники устроили такой жесткий карантин в Роспатенте, когда все сотрудники были в удаленном режиме, работали между праздниками. Знаете, чтобы разорвать эту болезненную цепочку, на работе был только я и директор института нашего подведомственного. И вдруг после этих праздников к нам поступает заявка на вакцину от ковида. Что она доказанно действует. И мы очень быстро тогда в месяц или даже полтора все проверили и выдали патент на вакцину «Спутник», название которой потом знал весь мир, первым в мире. Да, уже были заявки в Китае, рассматривались на их вакцины. Уже готовились вакцины в других странах. Но первым в мире запатентовали вакцину «Мы». И это не просто запомнилось. Это до сих пор имеет огромное значение. Хотя вакцина «Спутник» уже принадлежит истории. Вы знаете, что созданы уже другие препараты. И уже много других препаратов создано. Но когда этот шаг сделан коллективом института Гамалея, института микробиологии имени Гамалея, то это было очень существенно. А из последнего, знаете, с месяца полтора назад мы выдали патент НИИ к кардиологии из Казахстана. Они изобрели возможность сохранения сердца для пересадки в разы больше, чем это сейчас. Они показали кратное улучшение приживаемости вот этого донорского сердца при операции. Вы представляете, что для нас сама пересадка сердца уже стала таким привычным элементом жизни. И многие используют это донорское сердце. И вдруг, когда ты видишь патент, который этот метод совершенствует до такой степени, что это становится не опасным, не опасным, более продолжительным. И уже видно, что люди с таким сердцем будут жить более продолжительное время. И это тоже впечатляет. Не они пересадили первыми сердце. Но то, что они сделали это в разы лучше, в разы доступнее, в разы эффективнее, очень хорошо показывает вообще сущность изобретательской деятельности. Она такая непрерывная, беспрерывная. Один изобрел один элемент работы, другой другой элемент работы, третий третий. И так система изобретательская в целом действует. Поэтому сказать, что одни патенты важнее других, неправильно. И патенты – это такой материал, который тоже готовится по всему миру. Знаете, вот недавно пришел патент с острова Гернси. Есть такое государство в Ла-Манше. В Ла-Маншевском параллеле 38 тысяч жителей. Но очень эффективное устройство для измельчения руды при ее добыче. При этом я, честно говоря, подумал, что произошла ошибка. И я знал остров Джерси. Государство тоже небольшое, но там 100 тысяч населения. Оттуда у нас уже были патенты. А здесь мы получаем патент с острова Гернси. 38 тысяч населения и патент на весь мир. Они патентуют не только у нас, они патентуют это по всему миру. И сразу начинаешь ощущать, что мир вот такой един, что патентная система, она мир объединяет. И эти изобретатели с острова Гернси, они дали это всему миру. Есть у нас другой остров, я его тоже привожу иногда, как пример работы. Остров Маврикия. У нас с острова Маврикия более 10 заявок приходят в год. Казалось бы, совсем небольшое государство, в другой части света. А изобретатели работают, создают продукцию. И вот такие подходы, они, конечно, восторгают. Здорово, удивительно. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, про программу развития вашего ведомства. В мае этого года мы провели административный совет в Великом Новгороде. Нам было важно его провести в рамках фестиваля молодых изобретателей евразийского, который уже традиционно теперь проходит каждый год в Великом Новгороде. И такое влияние, наверное, молодежной программы, оно позволило нам достаточно легко принять молодежные программы фестиваля самого. Позволило сделать нам программу нашего ведомства тоже такое вдохотворенное. Мы выделили основные направления развития до 28-го года. И, конечно же, самое главное для любого патентного ведомства – это оказание высококачественных услуг по регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности. Мы сокращаем сроки рассмотрения заявок, мы работаем над методологиями, и для нас сейчас в этой сфере нет неразрешимых задач. Вторая особенность программы – это, конечно, то, что поставлена цель создания общего информационно-экспертного пространства. Мы будем работать совместно со всеми ведомствами над экспертизой, и информационный доступ ко всех стран, ко всему мировому патентному фонду тоже будет нами обеспечен на высоком уровне. Не просто на какую-то абстрактную электронную форму, нет, это должны быть онлайновые, это должны быть быстрые поисковые системы, это должны охватывать все мировые базы данных. Такие подходы закреплены. Для нас, конечно же, принципиальным является расширение объектов интеллектуальной собственности, охраняемых на евразийском пространстве в целом. Речь идет о едином евразийском товарном знаке, о единой полезной модели. В чем преимущество евразийской модели? Одна заявка, восемь государств патент защищает. Один патент для патента обладателя, защита происходит на территории всех стран. А вот, к сожалению, единого товарного знака, единой полезной модели евразийской нет. Требование бизнеса, оно уже почти категоричное такое. Создайте эту систему. Мы должны работать интенсивнее с нашими партнерами. При этом во всех странах говорят о промышленной кооперации. И не только в странах ЕАЭК, где евразийское сообщество, интеграция как бы больше и теснее. Но и в других странах. Я только приехал из Азербайджана, и на встрече с министром экономики поставится вопрос о том, что Азербайджан свои основные проекты строит на кооперационной основе. Вот эта промышленная кооперация, когда объединяется не только производство, но и создание будущих производств, оно чрезвычайно важно для интеллектуальной собственности. Бренды, патенты должны приходить и должны создаваться с тем, чтобы вся территория была охвачена. Для нас очень важно вступление новых членов в нашу организацию. Узбекистан не является членом нашей организации. И мы показываем, убеждаем, говорим о том, преимущество, которое дает членство. Мы охраняем сопредельных с узбекистанным странам в несколько раз больше, в каждой из них больше защищается патентов, чем в Узбекистане. И не только в соседнем Казахстане, а, скажем, в Беларуси 9 миллионов населения, в Узбекистане 39 миллионов населения, или уже 40, они уже статистику меняют. Валовый продукт одинаковый, национальный валовый продукт одинаковый в этих странах. Но в Беларуси в 8 раз больше охраняемых патентов. Это значит, технологии быстрее приходят. Они там есть, они не просто защищены, они пришли. Без патентов не придут технологии, не придут новые товары, качественные товары. И это чрезвычайно важно, чтобы было все отражено. У нас есть обширная образовательная программа, когда мы готовим специалистов в сфере интеллектуальной собственности. У нас есть стипендиальная программа, когда мы предлагаем у нас стипендию для того, чтобы человек стал полноценным экспертом. Мы обучаем, патронируем и показываем, как проводить экспертизы. Мы ведем программу совместно с ВАИС по управлению интеллектуальной собственностью в технопарках наших стран. Эта программа востребована хорошо, мы готовим рекомендации. Думаю, что это тоже будет очень полезно. То есть программа у нас обширная, разносторонняя. Надеемся, что мы ее будем успешно реализовывать. Это все корпоративные цели, государственные цели, межгосударственные. А ваши личные цели? Какие вы себе поставили на ближайшие годы? У меня неразрывные цели и полагания с организацией. И то, что я назвал как задачи, стоящие перед организацией, они и мои в том числе. А лично, я думаю, реализовать себя на литературном поприще. Я думаю, что я смогу написать что-нибудь полезное для интеллектуальной собственности в том числе. Научную работу никто не отменял. У меня выходят статьи, запланированы новые статьи. И мы не все еще сделали, чтобы можно было от этого отстраниться. Но ближайшая статья, которая, надеюсь, выйдет у меня, это будет посвящено патентованию графических интерфейсов. Простой элемент уже повседневной жизни. Но мы далеки еще от понимания, какие подходы нам нужны. Строгие, либеральные. Избирать что-то промежуточное, взять опыт Китая или ориентироваться на Америку. Вот такие вещи, их нужно описать. Написать, что это такое. Для меня, наверное, важно будет лично помочь продвижению книг, которые пишут другие авторы в сфере интеллектуальной собственности. Например, на IP Евразии мы сейчас будем презентовать книгу Шахназарова, посвященную параллельному импорту. Мы с ним какое-то время назад написали совместную статью «Параллельный импорт», но профессор не остановился и написал целую книгу по этому вопросу. Среди моих личных целей это выпуск в ближайшее время «Стратегия развития интеллектуальной собственности» как научного документа. Российская государственная академия интеллектуальной собственности – основной исполнитель, а я заказчик этой работы. Это большой НИР, уже несколько лет мы над этим работаем, и важно, чтобы он вышел в приемлемом варианте. Из моих личных планов это заказ научно-исследовательской работы, посвященный экономике интеллектуальной собственности. Поэтому, если вы заинтересуете нашу публику этим вопросом, мы готовы сотрудничать со специалистами, но предупреждаем, у нас требования самые высокие и надо работать на самом высоком уровне. Я считаю моей личной целью создание комплексной информационной системы для нашей организации. Она носит такое хорошее сокращенное название «КИС». Поэтому создание «КИСа» для нас будет основополагающим моментом. Вы видите, все равно все связано с организацией. Может быть, не связана моя литературная деятельность в этом стиле нон-фикшн, когда я просто пропагандирую какие-то вещи, и не всегда это касается интеллектуальной собственности. Это не только последние годы, а мне хочется еще посмотреть то, что было раньше, и это нужно сделать. Нужно сделать что-то такое, что пропагандирует то, чем мы занимаемся. Я спрашиваю коллег своих, вашего оператора, например, «Вы знаете, кто изобрел очки?» Казалось бы, мы даже не замечаем необходимый элемент нашей жизни. Но ее уже кто-то изобрел. И начинаем говорить, да, Сальвана Армати, Стекладов из Флоренции, 1286 год. Зафиксировано в истории. И в первые 20 лет восхищенных поклонников в Армате были сотни. Представляете, человек не видел, не мог прочитать. А тот ему дает прибор, и он начинает читать. Тот просвещенный человек, который терял с годами зрение, он вступал в период творческого мышления, когда, могу вас заверить, что люди в возрасте, такие как я, не теряют способность к мышлению. Но он не мог видеть, он не мог прочитать, что написали другие. Он сам не мог написать это все. Это такой революционный момент. Мы не знаем, кто такой Армате. Но я, правда, задаю всегда один и тот же вопрос своим коллегам. А знаете, в каком городе точно знают, кто изобрел очки? Почти все. Да? Как вы думаете, в каком городе и почему все знают, кто изобрел очки? Нет? Не догадываетесь? Вот очень простая история. В городе Минске компания, которая производит очки, называется Армате. У нас очкарик, да? Где мы делаем очки? Я в очкарике. Коллеги, вы где делаете очки? Ну, не Армате, согласитесь. Операторы все в очках? Да, операторы. А они за кадром, но они в очках. Операторы в очках. Да, вообще не бывает аудитории без очков. У нас 30% населения близорукое, да? А 40% дальнозоркие. Это однозначное понимание. И почему мы не знаем Сальвина Армате? Ну, некоторые знают, там начинают говорить, что был еще монах, который что-то там сделал. Ну, это версия. Давайте мы можем судить и по версии. Но почему происходит в осознании людей, что изобретатель как фигура теряется? Теряется в истории. А в нашей повседневной жизни изобретатель не теряется. Он в нашей повседневной жизни теряется. Кто что сделал? Мы там пытаемся это афишировать, поднимать. Но знаем тех, кто вышел на экран общероссийского телевидения и сказал, а остальных точно не знает. И вышел там руководитель, а тот, кто на самом деле это придумал, он скромно получил большой или небольшой гонорар, и мы его опять не знаем. Произошел процесс рассекречивания очень многих наших выдающихся деятелей. Мы их узнали в какой-то период. Но этого недостаточно. Нужно говорить об этих изобретателях. И да, нужно знать фамилию. Почему нужна такая точность? Почему это нужно знать? Да потому что это не для прошлых, а потому что создать уверенность у людей, которые сейчас изобретают, что они замечены будут своими соотечественниками. Они будут замечены в истории, они будут замечены в научных работах и в чем-то другом. И смогут защитить свои права. И могут защитить свои права. Но этот процесс может продолжить. Я могу сказать, а знаете, кто изобрел спички? Кто изобрел спички? Не знаю. А кто изобрел зубную щетку? Вы думаете, она сама появилась? Многие отвечают на этот вопрос в Китае. Это, знаете, выход такой. Китай, Индия, они много чего изобрели. Действительно, зубные щетки изобрели в Китае. Но кто их ввел в производство в Европе? Знаете, человек по фамилии Уокер. Вот спросите, кто Уокер. Я уверен, что половина наших операторов сразу скажет, а Карл Уокер, защитник Манчестер Сити, наверное. Что-то там такое. Где он там, этот защитник? Вот этого защитника футбольного мы знаем. А человека, который изобрел это, не знаем. Хотя это целая легенда, целая история. И это можно описывать. Уокер сидел в тюрьме. Он был неправильным его поведением. Давайте осудим его неправильное поведение. Но он в этой тюрьме создал эту зубную щетку. Причем он, в отличие от китайцев, которые делали из самых прочных щетин свиней, он сделал это из мягкой щетины коровы. А потом еще и лошади, правда, сделал. Но уже когда вышел на свободу. И он организовал производство. Это стало доступно. И, вы знаете, вот это состояние мое, когда я понимаю, что мы не знаем людей, которые создали все вокруг нас, оно и требует от меня перо, ручку. И просится рука к перу, перо бумаги, секунда, и слова свободно потекут. Отлично. Расскажите про книги, которые вот здесь в таком огромном количестве представлены. Давайте начнем вот с этой. Это книга, которая сделана в нашем с вами творческом союзе, Александр. Книга, которая посвящена правовым основам экономики и Вьетнама, и Российской Федерации. Для всех интересно. То, что вы мне поручили написать предисловие, видите, остается памятным для меня и сейчас. Важно, что во Вьетнаме она воспринята как документ для работы. Причем во Вьетнаме очень много выпускников наших вузов, они все способны прочитать и на русском языке. Хотя языки нужны разные. Вот у нас здесь есть книги, это документы о создании нашей организации. Не только на русском языке, на нашем рабочем языке. Но для наших партнеров мы сделали на арабском, английском и китайском языке с тем, чтобы мы могли лучше понимать друг друга. Наши тексты доступны в этих переводах. Но есть и на русском. Есть и на русском, да. Русский язык рабочий официальный нашей организации. А вот с этой стороны это уже мои коллеги из Роспатента издали замечательную книгу, которая освещает деятельность Роспатента с 2015 по 2021 год. И совсем не случайно выбраны эти даты, потому что я как раз руководил этим ведомством в эти годы. И вот все, что мы здесь сделали, мы отразили в этом фолианте. А вот это очень толстый журнал «Промышленная собственность номер 5», который посвящен дате оснований нашей организации. 9 сентября 1994 года наша организация была создана, и мы попросили руководителей патентных ведомств дать сюда статьи. А заодно здесь еще некоторые наши специалисты тоже дали статьи, посвященные евразийской тематике. Вообще, вы понимаете, евразийского законодательства не хватает для нормального функционирования всех интеграционных процессов. И в том числе в сфере интеллектуальной собственности. Вот здесь коллеги предлагают и единую полезную модель, и единый товарный знак, и показывают, как должно формироваться информационное пространство. То есть все вопросы деятельности нашей организации здесь затронуты. А вот эта книга, это то, что называется «Нонфикшн», и это мое личное творчество. Совершенно случайно, я не готовился. Очки, пожалуйста. Пожалуйста. Сальвина Армати. Открывается, видите, книга хорошо открывается на нужных странах. Я не готовился. Причем это новое издание. Эта книга еще не открывалась. Да. С первого раза вы ее открыли. И вот издание, когда история изобретательства, современные изобретения и мои рассуждения об изобретателях, изобретательстве, гражданском кодексе, перспективах развития Евразии, это все в этой книге. Здесь я и вспоминаю, и мечтаю, и считаю, что именно такой способ общения с читателем, он сейчас и должен быть. Мы, вот я когда презентую, я открываю последнюю страницу. Здесь мои коллеги попросили меня сформулировать что-то вроде моего девиза, да, о жизни. Так вот, я это написал в свое время, и вы прочитаете или мне сказали? Ну, давайте я скажу. В постоянной и разнообразной борьбе добра со злом всегда хочу быть на стороне добра и для его преобладания сделать все возможное в соответствии с данными Богом, дарованием и силами. Это цитата Григория Ивлеев. В таком же духе я и буду продолжать свою литературную работу, а вот это совсем другой жанр. Это книга о храме в моей родной деревне, храме Дмитрия Солунского, который восстановлен, где написан шикарный иконостас иконописцами из Сергиевого Посада, и где описана история вообще создания этого храма и создания этого села. Это российская история, вот она очень показательна во всех этих отношениях. Чуть ранее, вот этот, кстати, это вот этот храм, о котором идет речь в той книге, а в этой книге я описываю, вернее, я собрал документы о жизни и деятельности моего прадеда, священника церкви Святого Дмитрия, который был расстрелян в 37-м году. И, к сожалению, основные сведения о своем прадеде я получаю из материалов уголовного дела, где он много чего говорит, но самое главное, что он не признает себя виновным, и здесь, в этой книге, на допросах, он говорит, что он верит в Бога, и что так он жил, и так он бы хотел жить с верой в Бога. Это для меня тоже очень важна книга. Не знаю, наверное, надо на кафедру уголовного процесса сейчас преподавать по материалам кейсов каких-то конкретных уголовных дел и порассуждать. А что это такое? Вообще, мы говорим уголовные дела, а вообще это незаконные репрессии, которые были применены к значительной части населения, а уж к священнику они были точно незаконно приняты. Естественно, дед был реабилитирован в 56-м году, и это одно из тех дел, которые не красит псевдо-юстицию, созданную в советском государстве. Это из последнего, но это не последнее, надеюсь, что мы напишем еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!